В одном маленьком городе жили два друга. Звали их Карандаш и Самоделкин, и были они волшебниками. Карандаш умел рисовать оживающие картинки. Всё, что он рисовал, тут же становилось настоящим. А Самоделкин был мастером на все руки. Однажды Самоделкин построил настоящий космический корабль «Дрындолёт», и друзья решили отправиться в путешествие. Тысячи горожан пришли на площадь проводить Карандаша Самоделкина и их учёного друга профессора Пыхтелкина. Путешественники надели скафандры, Самоделкин завёл мотор, и сказочный корабль рванул ввысь. Через некоторое время «Дрындолёт» поднялся на такую высоту, что космонавты оказались в невесомости. Карандаш, Самоделкин и профессор Пыхтелкин барахтались внутри корабля вверх тормашками, а вокруг них летали чайники, тюбики с едой, подушки, книги и разные космические штучки. «Нет ничего прекраснее звёзд!» воскликнул профессор Пыхтелкин, подплывая к иллюминатору. Вокруг целый звёздный зоопарк. Прямо перед нами созвездие Большая и Малая Медведица. Рядом созвездие Жираф, чуть левее Рак, а следом за ним гончие псы. Но до них нам не долететь, очень далеко. «Смотрите, какая красивая планета!» обрадовался Карандаш. «Это Венера, планета коричневая, небо над ней оранжевое, а облака жёлтые. Может, погуляем по Венере?» предложил самоделкин. «Нет!» строго возразил профессор. «Там слишком жарко, даже зимой, а тем более сейчас лето». «А вон Марс!» закричал самоделкин. «Тогда, может быть, пройдёмся по Марсу?» «Нет-нет!» снова покачал головой профессор. «Ведь на Марсе холоднее, чем на Северном полюсе. Мы просто превратимся в сосульки!» «А, жаль!» сказал Карандаш. «Марс называют планетой Красную Бурь. Там так красиво!» «Прямо перед нами Луна!» «Вот здесь мы и сядем!» решил самоделкин, нажав на педаль тормоза. Дрендолёт прилунился, и космонавты, открыв люк, выбрались наружу. «Посмотрите! Впереди пещера!» воскликнул Карандаш. Друзья бросились вперёд и вскоре очутились таинственной лунной пещере. Смельчаки включили фонарики и увидели, в углу пещеры что-то сверкает. «Сокровище!» обрадовался Карандаш. «Нет, это всего лишь лунный камень!» сказал профессор. «Друзья, у нас осталось мало воздуха в скафандрах. Больше здесь нам оставаться нельзя. Пора на корабль!» серьезно сказал самоделкин. Через некоторое время брендолёт взял курс к земле. Неожиданно начался настоящий метеоритный дождь. Огромные камни забарабанили по стальной обшивке дрендолёта. До земли оставалось совсем чуть-чуть, но от сильного удара ракета вздрогнула и, не выдержав, разломилась пополам. «Карандаш, спасай нас!» закричал самоделкин. Все стремительно падали следом за обломками ракеты. Художник не растерялся и на одном из обломков нарисовал три парашюта, которые тут же превратились в настоящие. На них, друзья, и опустились на землю. Вот так закончилось их космическое путешествие. Редактор субтитров А.Семкин